Всем привет, спасибо, что вы на моем канале, меня зовут Лиза, и это видео также будет посвящено обзору адвентов, которые мы вот-вот скоро сможем все с вами купить, так как тема адвентов остается животрепещущей, я решила, что нам обязательно нужна вторая часть видео, посвященная адвент-календарям, и вот сегодня мы с вами снова про них поговорим. Также хочу упомянуть, что сегодня мы будем преимущественно говорить, наверное, о люксовых, конечно, будут какие-то более-таки бюджетные варианты, но в основном все будет такое очень дорогое, роскошное, но не факт, что выгодное. Ну что ж, я предлагаю нам не затягивать, и давайте приступать. Ну что ж, предлагаю нам с вами начинать сегодня с мультибрендовых адвент-календарей, и начинаем мы вот с такого вот сайта Asos, и их двух предстоящих адвент-календарях, один из которых будет называться Main Advent Calendar, то есть основной официальный, который будет рассчитан на 25 дней, и также будет еще один адвент, рассчитанный на 12 дней, и преимущественно вообще предусмотренный для использования мужчинами, представителями мужского пола. В 25-дневном адвент-календаре нас, к сожалению, преимущественно будут ждать пробники или тревел-форматы всяких интересных штук, но также там есть и полноразмерная палетка от бренда Revolution, и вообще, надо сказать, что в этом адвенте достаточно много продуктов от этого бренда, я прям даже удивлена. Также нас будут ожидать в этом адвент-календаре такие бренды, как Charlotte Tilbury, Revolution, Mario Badescu, Elf, Slick и прочее другое. Стоимость этого бокса будет составлять 85 фунтов, и наполнение нам обещают более чем на 300 фунтов стерлингов. Что касаемо адвент-календаря на 12 дней, то здесь мы можем видеть такие бренды, как The Ordinary, This Works, Elemis, Barber Pro и так далее. Как я уже упомянула, этот адвент предусмотрен для мужчин, но, конечно же, кто же вам запрещает его использовать, если вы представитель другого пола. Стоимость мужского, скажем так, адвента будет составлять всего лишь 40 фунтов с наполнением на 120 фунтов стерлингов. Я уже могу сказать, что этот адвент достаточно интересный, потому что там есть такие продукты, как гиалуроновая кислота от бренда The Ordinary, также там есть всякие кремики от Elemis, нашего любимого, которые не нуждаются в представлении и постоянно покупать посетитель всех наших адвентов. Ну, в общем, если вам вдруг интересны эти адвент-календари, то они уже доступны на официальном сайте Asos. Если вы смотрели мое прошлогоднее видео об адвентах, то, возможно, вы вспомните адвент от журнала и бренда Elle. И в этом году они снова выпускают адвент на 25 дней, в который будет входить аж целых 28 продуктов, 9 из которых будет полноразмерных. Стоимость адвента составляет 175 фунтов и наполнение более чем на 755 фунтов стерлингов. Конечно же, этот адвент будет включать годовую подписку на электронную версию журнала Elle, но мне кажется, это не очень интересно нам. Давайте пробежимся по брендам, которые там внутри. Внутри нас ждут такие бренды, как Murat с полноразмерным продуктом для лица, 50 мл крема, нормально так, неплохо, я бы сказала. Там будут Foreo с их щеткой, кажется, в прошлом году тоже была такая же щетка в их календаре, полноразмерные румяна от бренда Bare Minerals. Ну и по пробникам давайте тоже пробежимся. Такие бренды, как Sisley, Shiseido, Aveda, Benefit, Barbara Sturm, ну конечно же, куда без нее, и многое другое. Двигаемся с вами дальше. Корейский сайт YesStyle уже приоткрыл завесу тайны и наконец-то раскрыл и тематику, и вообще составляющую своего адвента 2022, поэтому давайте на него немножко поближе посмотрим. В этом году у адвента Style Korean будет тематика Beauty and the Bakery, и внутри там будет 24 продукта. Надеюсь, что сайт Style Korean продолжает следовать своей прекрасной традиции класть полноразмерные продукты, поскольку это тот, один из редчайших адвентов, который кладет исключительно полноразмерки. Я пробежалась немножко по содержанию, там единственное только на двух продуктах я нашла пометку мини, это какой-то крем от бренда Frudia, Avocado Relief Cream, и также еще какой-то бренд, который я вообще не знаю, Make Prem, в общем, какие-то пилинг маски. Внутри нас ждут такие продукты и такие бренды, как Клио, Перепера, Коса Рекс, Too Cool For School, Пурита, Изентри и очень-очень много другого нам хорошо известного. Если вы вдруг фанат декоративной косметики корейской или уходовой корейской косметики, то я вам советую обратить обязательно внимание на этот продукт, на этот адвент, и попытать свое счастье поймать его, потому что за него тоже происходят нехилые такие бои. Стоимость адвента составляет 130 фунтов, наполнение более чем на 300 фунтов стерлингов, старт продаж 20 сентября, поэтому если вам вдруг очень сильно нужно, если вы прям вот боитесь не поймать, то, конечно же, подписывайтесь на рассылку от сайта Style Korean и ловите его, потому что потом придется кусать локотки, но не достанете. Итак, друзья, сейчас я вам расскажу про один адвент, который я вообще совсем недавно для себя открыла. Я раньше не слышала ни о таком сайте, ни о таком адвенте, но тем не менее, мне кажется, это очень интересный представитель адвентовой вот этой всей истории. Это сайт Flannels называется, и, соответственно, их адвент-календарь называется Flannels Beauty Advent Calendar 2022. Почему он очень интересный? Потому что, по-моему, судя по наполнению и судя по его цене, он очень даже составляет неплохую конкуренцию таким гигантам, про которых мы уже говорили, это Cool Beauty и Space NK. Я надеюсь, что вы готовы, вы сидите и вообще держитесь за ручки и стула, потому что там будут такие продукты и такие бренды, как Pat McGrath. Я смотрю, что Pat McGrath достаточно зачастило по адвентам ходить с ее четверкой, четверкой палеткой, вы представляете? Там будет палетка от Наташи Диноны, Мини Зенда, конечно же, Августинус Бадер, который вообще не нуждается в моем представлении, и вы все прекрасно о нем знаете. Medic 8 Retinol 30-миллилитровый полноразмерный формат, тоже достаточно дорогой бренд. Я бы хотела его взять, и, между прочим, он уже доступен на сайте, на одноименном. Стоимость его составляет 235 фунтов, как я и говорила, достаточно такая же цена, как и у Cool Beauty, и наполнение более чем на 800 фунтов. Так что бегите быстрее, если вам очень сильно нужно, если вы хотите, если вы давно раздумывали, какое взять. Что-то новое мы сегодня с вами открыли, и предлагаю с вами двигаться дальше. Теперь поговорим об мультибрендовом адвенте от сайта Glossy Box. Я так понимаю, сайт и сервис всяких бьюти-боксов, который, соответственно, подготовил для нас адвент-календарь на 28 продуктов внутри. Среди продуктов этого адвента вы можете увидеть такие бренды, как Iconic London с полноразмерным продуктом, Spectrum Brushes, я не знаю, такие кисти, но, возможно, они неплохие, Laneige с их кремом для лица, X-Lash сыворотка для ресниц, в самом-самом большом ее возможном варианте размера, а именно 6,5 мл. У меня, кстати, скоро будет обзор на один из продуктов этого бренда, так что, если вы вдруг еще не подписаны на мой канал, то почему так? Подписывайтесь обязательно, потому что нас впереди ждет много всего интересного и полезного. Возвращаемся к адвенту от Glossy Box, потому что там мы сможем увидеть такой бренд, как Peele Wee. Я вообще впервые в жизни вижу Peele Wee в каком-либо адвенте, но почему, почему там база для губ? Нафига, если этот бренд в первую очередь известен своими базами для теней? Я не понимаю, почему так, но, возможно, они просто сбывают то, что им не нужно, то, что у них особо не продается, но, в общем, так или иначе, Peele Wee у нас появился в адвентах, с чем мы его и поздравляем. Старт продаж у них в конце сентября. Стоимость, конечно же, зависит от того, подписчик ли вы этого бьюти-сервиса или нет. 85 для подписчиков и 95 для неподписчиков. Стоимость наполнения всего составляет 443 фунта стерлинга. Мне кажется, что если рассматривать вот этот адвент и сравнивать его с адвентом от Look Fantastic, то они примерно в такой же ценовой категории, и примерно у них наполнение какое-то из той же оперы. Но, мне кажется, Glossy Box поинтереснее будет. Что вы считаете, обязательно напишите в комментариях. А мы с вами переходим на сторону безжалостного и беспощадного люкса. Начнем мы с адвента от бренда Byte Re. В этом году их адвент называется Terrific Glow Advent Calendar. Внутри нас ждет 24 продукта, 9 из которых полноразмерных, 12 travel sizes, и, конечно же, 3 кисти, которые нафиг никому не сдались. Бренд продолжает нас настойчиво кормить своими кистями, и все бы ничего, я вообще за кисти в адвентах, но их кисти были отвратительного качества, и все те, кто получили этот адвент в прошлом году, были вообще недовольны этими кистями, потому что это было самое худшее, что случалось со всем этим адвентом в целом. Все остальное, на самом деле, выглядит очень сомнительно. Вот я смотрю на заявление в 9 полноразмеров, но мне кажется, полноразмером там будет максимум какой-нибудь опять фитюлька для губ, какой-нибудь карандаш-огрызок для глаз, и какой-нибудь, наверное, праймер для лица. Я хочу сказать, что у меня есть вопросы к бренду Byte Re, потому что, во-первых, наполнение выглядит очень примитивно, и очень похоже на то, что было в прошлом году. Но, во-вторых, самая основная моя претензия, это то, что стоимость этого адвента составляет 172 фунта, вы просто вдумайтесь. Наполнение, да, хорошее, заявляется, в 334,5 фунта стерлингов, однако, посмотрите на это оформление. Там, если вы посмотрите, вот эти вот окошки, которые надо, по сути, открывать, они перфорированы, то есть, это значит то, что вам их придется отрывать, и потом вы это просто выбросите на помойку, и от этих 180 практически фунтов не останется ни следа. Хотя бы, я не знаю, потрудились бы сделать какую-нибудь красивую упаковку, которая могла бы быть потом еще использованная повторно. Ну, в общем, стоит им, конечно, задуматься над этим. Ну что ж, друзья, следующий из люксовых адвент-календарей у нас адвент от бренда Dior. Dior, как обычно, все делает очень красиво, у них выглядят адвенты всегда замечательно, но что по наполнению, всегда какие-то вызывают вопросы. Давайте рассматривать. Фасад этого адвента напоминает как раз фасад здания на Монтейн-Авеню, который основной, главный, скажем так, главное здание Dior. Дизайнером этого адвента стал Пьетро Фуфо. Внутри нас ждет куча пробников, а именно 24. Все, на что вы смотрите, это только фасад вот этого вот красивого, красивой этой коробки, остальное остается для нас загадкой, и только можно рассмотреть полуторамиллилитровые баночки, которые будут лежать в этом красивом коробке. Уменьшению даже подверглись культовые помады Dior. Dior Rouge 999, Nude Velvet 100 и Vernis 999. Наверное, какая-то другая вариация Dior Rouge 999. Конечно же, безумно дорогая цена в 470 фунтов. О наполнении, стоимости его и вообще о его ценности не может быть и речи, потому что вы, в принципе, покупаете себе коробку, которая, кстати говоря, тоже отрывается, судя по всему. Возможно, я не права, надеюсь, что я не права, но, по крайней мере, по первому впечатлению, выглядит так, что там тоже перфорированные окошки, которые надо отрывать. Очень-очень жаль, что Dior продолжает наступать на собственные грабли, но, конечно же, они не сравнятся с их коллегами по цеху, а именно с адвентом от Chanel. К сожалению, адвент от Chanel остается для нас до сих пор загадкой. Адвент настойчиво от нас прячет, что они там подготовили грандиозного. Если вы вдруг не в курсе, что было в прошлом году, то в прошлом году этот адвент был самый дорогой, или, наверное, один из самых, ну, в общем, самый дорогой адвент, который стоил около 1000 долларов, и внутри были наклейки, стикеры и всякая ерунда, которая никому в этой жизни не нужна. Ну что ж, не будем их тревожить, пусть они дальше занимаются, готовят для нас что-нибудь грандиозное, а мы с вами двигаемся дальше. Ну что ж, мы с вами продолжаем двигаться по территории беспощадного люкса. Следующий у нас на обзоре бренд Armani и их адвент календарь 2022. Внутри нас ждет, опять же, 24 пробника, но надо сказать, что у Armani как-то, мне кажется, получше. Они там все-таки что-то кладут поинтереснее, в отличие от Dior. Ну, в общем, давайте посмотрим поближе. Там мы с вами сможем увидеть такие продукты, как Parfume My Way, Lip Maestro, Lip Power. Это ряд их помад, стресс для губ. Но в каком объеме, это неизвестно. Также там будут тени Eyes to Kill. Я надеюсь, что они будут в полноразмерном формате. Это очень красивые тени, я давно на них смотрю. И тональный крем. Внезапно, да? Конечно же, куча пробников в 7 и 5 миллилитров. Форматы, разные форматы Parfume C. Я очень люблю Parfume C. Но положите вы уже в конце концов какой-нибудь самый минимальный его вообще вариант этого C. Ну или My Way, я не знаю. Но всегда, каждый год одно и то же. Ну, в общем, стоимость его составляет примерно 250 фунтов. На самом деле еще непонятно, сколько это будет стоить. Ну и ценность, наполнение также неизвестны. И я думаю, что только оно и все и стоит там, а то и меньше. Старый продаж также остается загадкой. Ну что ж, друзья, и последний на сегодня адвент, обозреваемый нами, это, конечно же, адвенты от бренда L'Occitane. Я считаю, что L'Occitane требует нашего внимания сегодня. А все почему? Потому что они снова подготовили для нас три разных адвент-календаря, в зависимости от кошелька и от предпочтений. И вы знаете, там все-таки лед тронулся. И, по-моему, бренд L'Occitane услышал вообще своего покупателя, своего потребителя. И они все-таки что-то доизменили. Итак, в каждом адвент-календаре будет по 24 продукта. Первый адвент у нас называется L'Occitane Classic Calendar. Стоимость его составляет 55 фунтов и наполнение на 100 фунтов стерлингов. Далее у нас ее второй под дороговизней. Это Luxury Calendar. Стоимость 99 фунтов и наполнение на 140 фунтов стерлингов. И самый дорогой, это называется L'Occitane Reusable Calendar. Стоимость 160 фунтов и наполнение более чем на 230 фунтов стерлингов. Последний называется Reusable, то есть это подразумевается, что вы его потом после открытия этого адвента будете использовать в каких-то личных целях. Что ж, это очень приятно. Но единственный момент, у меня вообще вопрос возник, когда я посмотрела на эти адвенты, а где Новый год? Потому что ни один из этих календарей вообще не намекает на Новый год, на адвент, на всю вот эту вот тему. Я не то чтобы против и не то чтобы говорю, что они выглядят как-то некрасиво, но мне кажется, все-таки адвенты должны как-то выглядеть немножко по-новогоднему. Но не знаю, что вы считаете, обязательно пишите в комментариях. Но я почему решила заострить на них внимание, потому что если вы во всей вот этой вот теме с адвентами, то вы наверняка знаете, что долгие годы L'Occitane троллили за их количество кремов в адвент-календарях. Там чуть ли не каждый третий или каждое второе окошко было с кремом, причем не даже самым его большим форматом, сколько там его, 30 или 40 миллилитров, а там всегда был 10-миллилитровый крем в каждом втором или третьем окошке. Долгое время они вообще не слушали никого вокруг, сидели как будто в танке и просто такие, нет, мы будем пилить эти кремы, потому что у нас их просто вообще дофига, поэтому продолжаем двигаться так. Но что-то все-таки изменилось, я не знаю, что было в прошлом году, но в этом году я посмотрела, и у них реально в адвентах стало намного меньше этих кремов. Плюс ко всему они стали класть хоть один, но полноразмерный крем, что мне кажется намного приятнее получить, чем много, но по 10 миллилитров, потому что 10 миллилитров выглядит как-то очень скудно и очень жадно, как я считаю. Купить все эти адвенты уже можно на официальном сайте бренда, в общем, если вам вдруг интересно, то welcome. Ну что ж, на сегодня это все, я надеюсь, что вы сегодня получили хорошее настроение, провелись в свое время с пользой, с интересом. Я надеюсь, что вы увидели то, что вас давно интересовало, а может быть вас что-то заинтересовало в процессе просмотра. Конечно же, обязательно пишите об этом в комментариях. Также жду вас в моем телеграме, потому что там, в принципе, весело, интересно и прикольно иногда бывает. В общем, подписывайтесь и туда, ну а я вам по традиции желаю прекрасного дня, утро, вечера и ночи, и чтобы все ваши родные и близкие были с вами живы, здоровы и невредимы. Пока-пока!